Есть такая пословица, что любимое блюдо латыша – это другой латыш. Чушь, ребята! Вот не успели мы прилететь тогда из Брюсселя, где работали с петицией в защиту наших бедных пенсионеров, как одна партия уже вылила на нас ведро помоев. Не успели мы сегодня сами отойти от проигрыша в Конституционном суде, как другая русская партия уже ополчилась против нас, обвинив нас во всем плохом, что только может быть в отношении ВНЖ, и вылив на нас какой-то непонятный компот из полуэридических терминов, из которых понятно только одно – мы плохие, а они хорошие. Сегодня, когда суд по ВНЖ закончился, можно быть откровенными. А что мешало партии «Стабильность» быть откровенными раньше? Мы подавали в Конституционный суд требование отменить экзамен по латышскому языку. Вот засада – в суд не обращаются с требованиями, особенно в Конституционный. Сама формулировка наглядно показывает уровень компетенции юристов стабильности. Действительно, очень сложно бороться с законом, если ты не понимаешь, что такое Конституционный суд и что такое закон. Наши заявления не приняли, потому что сочли, что в нем нет нарушения Конституции. Нет нарушения Конституции в заявлении стабильности? Юристы этой партии пытались через суд узнать, не нарушили ли они Конституцию? Им сообщили, что нет, и они успокоились? Или почему не последовало повторное заявление? Ребят, шутки прочь. Мы сегодня проиграли. У меня в мессенджере висит куча непрочитанных сообщений, у меня просто нет сил их даже открыть. Я не припомню такой мигрени, которую я испытала сегодня за всю свою жизнь. Я просто так перенервничала, так переволновалась. Я думала, просто упаду где-нибудь. Прямо вот сползу со стула, когда после оглашения приговора ко мне пришли два пенсионера, которым я помогала написать какие-то объяснительные записки для ПМЛП. Я так надеялась, мы заранее договаривались, что они придут. Я думала, вот они придут, я их обрадую хорошей новостью, и нам ничего не придется писать. Но нет, сегодня политика взяла верх над здравым смыслом. И вот чего нам только сегодня не хватало, так это увещевание от партии стабильности, которые называют нас коллегами, но при этом обвиняют во всех бедах, касаемые ВНЖ. Слушайте, вы полгода дурили голову людям по поводу того, что нужно подавать документы без данного латышского языка. Они делали это по ПМЛП, откладывали документы на полку, ничего дальше не двигалось, люди не понимали, почему им не дают ВНЖ. И вы еще параллельно рассказывали всем о том, как плохо, что кто-то подал иск в Конституционный суд. Слушайте, Алексей, Светлана, идите в жопу! В этот иск было вложено столько усилий, столько веры в победу. Мы так хотели, мы так старались, мы делали все, что могли, мы собирали все, что вот кто умеет, кто что может, кто что знает, и делали так, как мы считали нужным, защищая людей, веря в людей, веря в справедливость. Сегодня для нас очень тяжелый день, но мы встанем и пойдем дальше, и будем, как и прежде, помогать этим беспомощным людям, советам и делам, будем обмениваться опытом, собирать какие-то сложные кейсы, делиться историями, как нам удалось из них вырулить. Я не член партии Согласия. Возможно, я когда-то стану членом какой-то партии, или, может быть, свою создам, но я точно не хочу, чтобы на мне висело это клеймо русской партии, потому что русские партии себя, блин, так дискредитировали, постоянной вознёй вот этой вокруг неудач друг друга, открытым таким враньём в ады с друг друга. Я не хочу всего этого. Я хочу представлять не русских, я хочу представлять нормальных, адекватных людей, которые не пляшут на чужом проигрыше, а вместе ищут пути к следующей победе. И мне кажется, это только нормально. Все, кто считает, что я что-то делаю неправильно, я вам в десятый, в двадцатый раз повторяю, покажите класс, сделайте как надо, я за вас порадуюсь. Я такой человек, я радуюсь, когда происходит что-то хорошее, и грущу, когда происходит что-то плохое, когда случается беда. И в моём понимании вот это нормально и адекватно. И таких людей я ищу себе в единомышленнике, с ними объединяюсь и с ними пытаюсь сделать какое-то хорошее общее дело. Вот так всё просто. КОНЕЦ